Всех снова приветствую, друзья! У микрофона Игроматор, и мы продолжаем серию видеороликов, посвященных различным модификациям на Battlefield 2. Combat Mod появился впервые на публике в далеком 2012 году. Это был простенький мод с несколькими картами и обновленными анимациями для оружия. Спустя много лет автор модификации снова вернулся к работе, и мод получил новое название Combat Mod Remastered. Когда я увидел, что старый мод получил обновление, то я решил, что об этом стоит упомянуть. Ведь видеть, как обновляются старые модификации, даже спустя много лет, заслуживает особого внимания. Возвращение к работе старых модеров это, несомненно, круто. Это я говорю не только о сегодняшнем моде, а вообще. Я, честно говоря, удивлен, что спустя столько времени автор вернется к работе над своим модом снова. Тем не менее, мод получил обновление, и самое интересное, он будет и дальше получать различные обновления и исправления. Следить, кстати, за развитием мода вы можете на официальной странице мода на SteamDB, в YouTube-канале авторе, где он выкладывает новые видео с демонстрацией геймплея, а также в Discord-канале. Замечу то, что под каждым своим новым видео я стараюсь дать вам как можно больше достоверной и проверенной информации о моде и его разработчиках, оставляя вам полезные ссылки. Вся информация находится в описании под каждым моим видео. Перед созданием данного видеоролика я решил связаться с разработчиком и узнать, в чем вообще суть данного мода, на что он нацелен. Основная цель мода – добавить более реалистичный контент в Battlefield 2, сделать игровой процесс более современным, придав ему полуреалистичный оттенок. Игровой процесс сильно изменится в будущих обновлениях, но будет некое подобие между весельем и реализмом, где вы можете с головой окунуться в игру и мгновенно насладиться происходящим. Планируется замена старых моделей новыми, создание высококачественных карт, улучшение визуальных эффектов, более качественные анимации и, возможно, новые фракции. На данный момент основную работу делает один человек, но есть еще пару людей, которые помогают ему с некоторыми вещами, которые также необходимы для прогресса мода. Разработчик все еще ищет опытных моддеров, которые могли бы помочь ему в развитии. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как выглядит мод в плане геймплея. Как мы видим, у нас здесь куча различных карт. Есть пехотные карты, есть карты, где можно использовать максимальное количество техники. Мод, кстати, поддерживает онлайн. У разработчика есть свой собственный сервер. Подключиться на него можно через Battlefield Hub. Я на этом сервере еще не играл, но на дискорд-канале есть вся конкретная информация, как поиграть в онлайне, куда залезть, что сделать. В общем, вся эта информация есть в дискорде. Ну что ж, загрузим какую-нибудь интересную карту, покажу вам особенность данной модификации. Ну, как особенность, это мод со своими прикольными фишками, которые автор внедрил. Ну, давайте Strike at Carcant загрузим, посмотрим эту карту. Итак, карта Strike at Carcant. Некоторые карты разработчик, кстати, немного переделал. Допустим, есть тут пехотные карты, старых карт, которые были в Battlefield. Туда он добавил некоторые объекты, машины разрушенные, какие-то объекты, где можно спрятаться. В общем, что-то в этом духе. Окей, давайте посмотрим стволы, которые у нас тут представлены. Как мы видим, у нас тут стандартные Battlefield-овские стволы. Но интересно то, чем меня вообще заинтересовал этот мод. Во-первых, это то, что автор сам делает анимации для стволов. И мне они очень понравились в свое время. Даже первой версии, которую я видел в 2012 году, тогда мне тоже нравились эти новые анимации. Было что-то новенькое. Вот. Сейчас, конечно же, анимации стали намного круче. Я думаю, что часть этих анимаций из старого, так сказать, склада разработчика. Потому что я думаю, что некоторые анимации он будет переделывать, стволы переделывать будет на новой модели. И все в этом духе. Итак. Сейчас мы куда-нибудь заныкаемся от вражеских пехотинцев. Кстати, вот машинки стоят, да, разрушенные. Вот про эти объекты я рассказывал. То, что некоторые карты переделаны как раз-таки под вот это вот все дело. Ой, е-мое. Тут все взрывается. Жесть, как это происходит. Так, БТР. БТР нас поехал. А что-то боты стоят. Смотрите, а что-то они стоят, ничего не делают. Боты подвисли, походу. Ну, я бот побольше поставил. 16 на 17. Так. А, это не наши боты. Кстати, вот водник переделан. Там больше людей стало сидеть. По-моему, 7 человек там сидит теперь. А, меня с дробаша убили. Дробаши стали более опасными. Сейчас постараюсь продемонстрировать. Кстати, так и команда не показала, как выглядят новые анимации. Бежал до точки и меня загасили. Давайте сразу покажу. Такая вот у нас анимация. В современном стиле сделана, да? Вот. Сейчас попробуем захватить точку. Префикс решает. У меня включен. Такой вот, знаете, настройка авторская. Вот все настройки у меня включены. То есть, можно отключить, включить. Но, я не знаю, увидите вы на видео. Включено, не включено. То есть, вот я включаю, отключаю. Настройки выключаем. Вот. Передвижение у бойцов стало медленным. Есть отличия у бойца с бронежилетом. Есть отличия у бойца без бронежилета. То есть, здоровья меньше, больше. То есть, как-то там он что-то подкорректировал. Добавлены анимации у некоторых стволов другие. Вот, допустим, П5 тоже сейчас покажу. Как он все это дело переделал. Так, это... Это наш бегает. Мы вступим, наверное, в отряд, да? Будем бегать. Интерфейс поменялся небольшой. Такой минималистичный интерфейс, да? Вот видите, у меня 30 патронов в магазине. Плюс 9 магазинов в запасе. Кровищу добавил автор. Вот такая вот анимация, да? Еще мне нравятся эффекты попадания в солдата. Либо в шлем, либо что-то такое. Как-то автор сделал. Да, вот видите ли? Такой вот эффект, типа, вот какие-то вот... Не знаю. Как будто вот... Такой вот эффект искр каких-то. Или не знаю, кто правильно рассказать. Так, а где точка наша? Вот наш... А, мы ту точку еще не захватили. Там у нас чуваки наши. Меня с дробаша обстреливает. Потому что бот подвис там, по-моему. Э, а кто меня убил? Как меня убили? Не понял я. А, наверное, тот бот меня и убил, который сзади стрелял. Окей. Давай снайпер возьмем. У снайперки тоже есть новая анимация, которая создана разработчиком. Есть двукратный зум. Можно прицелиться. Боты, кстати, я не знаю. Либо, может, они тоже настроены, потому что они как-то по-другому себя ведут. Вертолеты летают. А, ты что вертолеты? Кстати, смотрите, боты по вертолету стреляют. Офигеть. Я раньше такого не видел. Может быть, в других модах уже была такая фигня. Но боты как-то раньше по вертолету не стреляли. Это реально круто. Там никого не вижу. Никого нет. Дымят он тоже. Интересно. Ну, я думаю, что над ботами тоже разработчик что-то делает. Ну, то есть какие-то манипуляции с ботами тоже делает. Ну да, смотрите, по вертолету стреляют бот. Я такого раньше не видел, чтобы они по вертолетам стреляли, но по воздушным целям. Так, это наш. Покажу анимацию снайперки. Такая вот анимация. Достаточно неплохая, на мой взгляд. О, о, о. Э, меня зарезали. Хотел застрелить вражеского солдата. Не получилось. Так, меня поднимали. О, меня подняли. Вот он. Да, вот такая искра была. Опа, опа. Все, убил. Так, пистолет тоже с новой анимацией. И анимация бега, да, такая? Интересная. Прикольно. Так. Давай-ка заныкаемся здесь попробуем. У нас, по-моему, есть клейморы. Давай-ка поставим здесь. Поставим пару клейморов. Сейчас будет нападать на нас. Попробуем здесь их сдержать. Прицелы 3D-шные. Ну как, более детализированные. У оружия. Так, где все? Никого здесь нет. Солдаты валяются. Война идет. Battlefield. Чему-то мне Battlefield всегда нравился. Вообще, мод, не мод. Вообще, оригинальная игра. Интересно играть именно с ботами. Почему-то, когда их много, интересно тоже играть с ними. Ааа, рукопашка! Не могу... Да что ж такое, промахнулся? Или это я не промахнулся, а попал в бронежилет? Я не знаю, может, от ножа там защищают бронежилеты сейчас? Хорошо, следующий кит. Марксман. Посмотрим, что у нас у Марксмана интересного. А, кстати, вот тоже, по-моему, анимация у мешка с патронами. Сумки с патронами, мешка с патронами. Немного другая, да? И, ну да, передвижение вот такое вот. Медленное, тактическое. Так. По-другому бегает, да? То есть с некоторыми... С некоторыми вещами, когда взаимодействует игрок. Вот. Так, вот у нас... А, это наш чувак. С кем они там воюют, я не могу понять. Куда они там стреляют? Что самое интересное, я не могу никак точку захватить. У нас там тикеты сейчас закончатся. А тикетов, кстати, я не знаю, сколько... А, вот у нас 398. Все, вижу. В правом нижнем углу тикеты указываются. Такая минималистичная карта, да? Сверху. Сделанная. Опа. Смотрите, какой-то араб с этим... С... Как его? С беретом, ё-моё. Не могу никак вспомнить, как это называется. Зеленые береты, арабы. То есть можно так заныкаться. Я вижу, что вроде как рэгдолл стал другой у солдат. По-другому они падают. Это тоже, я думаю, что переделанное. Дробаши стали более опасными. Сейчас продемонстрирую, как дробаш выглядит. Тоже у него такая неплохая анимация, на мой взгляд. Но я думаю, что либо будет переделываться, либо не будет. В дискорд сервере написано, что вроде как будут переделываться анимации. Да, дробаш стал более опасным. И звук неплохой дробаша. Опа. Кто меня убил? Кто меня убил? Не знаю. Кто бот и убил чем-то. Окей. Дальше давайте. Пулеметчик. У пулемета тоже переделана анимация. Я не знаю, старая, не старая. Я в дискорде видел скриншоты. Там, в общем, разработчик сделает прикольную фишку. Когда целишься, будут видны твои руки. Ну, то есть, непосредственно на самом пулемете. То есть, это будет, наверное, в следующих версиях. Я скриншот выложу прямо сейчас вот с этим нововведением. Поэтому ждем. Окей. Пулеметчик. Опа, танк приехал. Танк приехал. Попробуем убежать от танка. Небольшие изменения в броске у гранат, да. То есть, такая вот у нас анимация по-другому как-то выглядит, по-моему. Или, может быть, одна так же выглядит. Так, пулемет. Давайте с левого фланга обойдем. Попробуем там навести шухеру, вражескую пехоту. Так, здесь никого нет. Залезть бы куда-нибудь с пулеметом, да? Попробовать. Медленное такое передвижение. Я сначала думал, что это он так медленно идет. Оказывается, это разработчик специально так сделал. Такой полутактический геймплей. Такс. Так, там водник. Водник расстрелять попробовать, я не знаю. Он меня уже заметил, кстати. Но перезарядимся, пока меня не убили. Достаточно тоже неплохая анимация. Ну и звуки такие неплохие у пулемета. Не могу никак попасть. Вражеская пехота. Не могу никого убить. Тут у меня кодс, это не могу понять. У меня аптека. Здоровье половину у меня от него отнялось. Или что, не могу понять. Патрончиков дать солдатам. Ну да, вот интерфейс поменялся. Патроны. Таким минималистичный интерфейс. Такой, чтобы не сильно раздражало. Так. Давайте пойдем. Почему наши не штурмуют? Штурмуйте точку. А, надо приказ отдать. Вперед идем. У меня ни гранат, ничего нет. Достаточно прикольно сделана анимация передергивания затвора у дробаша. Или, наверное, затворные рамы, наверное, правильнее сказать, да? Так, все, убили меня. Окей. Следующий у нас техник. Так, вот, кстати, здесь мне нравится новая анимация у гаечного ключа сделана. Достаточно интересно. Я, по-моему, ее раньше не замечал. Сейчас тоже постараюсь показать вам. Вот. Нет, подожди, это не гаечный ключ. Вот у нас гаечный ключ. То есть он так стоит, да? Типа так с ключом. Просто вот стойчика такая. Не просто держит в руках, а как бы... Ну, такое прикольное сделано. Так, новая анимация вот этой вот протеон-танковой трубы. Вот. По-другому немного выглядит. Есть какие-то изменения вроде как с прицеливанием, что-то там с техникой связано. Какие-то там изменения я слышал. Либо в этом патче, либо в следующем он планирует добавить. А, это наши там. Я в своих стреляю. Вот. Вот эту анимацию вы уже видели, да? Достаточно неплохая такая тоже современная анимация. Вот. Кстати, она очень подходит к сеттингу... Ну, к механике Battlefield. Мы знаем, что при перезаряжении у нас патроны кончаются, да? То есть мы именно магазин выкидываем. То есть у нас вот у нас 4 магазина, мы выкидываем. Она очень подходит к этому геймплею как раз-таки. Анимации... Опять меня кто убил? Я не знаю, кто убивает. Где-то убивают меня, кто мне убивает. Окей. Медик. У медика тоже М4 или М16. М16А1. Вот. У него тоже есть своя анимация. То есть так это все выглядит. Не знаю, будет ли меняться какие-то... Какие-либо анимации в стволах. Ну, наверное, что-то старое. Разработчик, наверное, будет менять. Я думаю, что какие-то анимации у него остались со старых разработок. Вот. Если что-то осталось, то, скорее всего, будет что-то меняться и переделываться. В общем, будем следить за проектом. Достаточно интересно. Сейчас еще зайдем за Меков. Покажу, что там. Меня сейчас опять, наверное, убьют. Не? Не, меня не убили. Попробуем через провулок пробежать. Боты за нами не бегают. О, я медик. Давай пробуем поднять. Чувака. Живи. А, медик. Медик сдох. Еще один сдох. Что самое интересное в Battlefield, когда берешь медика, начинают все сразу дохнуть. Почему все дохнут, я не знаю. Хотят, чтобы я их, наверное, поднимал. Целая куча... Ну да, вот такой эффект пробивания бронежилета, что-то в этом духе, вот я заметил. Интересно. А, меня ослепило. Вот, кстати, не знаю почему, у меня постоянно какие-то лаги идут от флешки. Я не знаю, из-за чего это связано. До всех так, либо это вот только у меня, либо это от движкового Battlefield, движкового Battlefield, от движка Battlefield все это зависит. Кстати, да, вот здоровье не сильно видно. И аптечки у нас видно, что одна, две. Опа, опа. Бот спрятался, вы смотрите, офигеть. За угол забежал, убежал от меня. Офигеть, за братвой побежал, меня завалили. Офигеть. Я такое первый раз вижу. Хорошо. Антиармор. Ну, там вроде бы как стандартная винтовочка. С похожими анимациями. Думаю, что, наверное, нет смысла показывать. Ну да, вот прицелы вот эти вот 3D-шные сделаны. Ну, современные. То есть более-менее качественные. Вот. Ну и это анимация. Окей. С минами, по-моему, ничего не поменялось. Ну и нож у нас теперь так выглядит. Нож я не показывал. Хорошо. Давайте возьмем, переселимся на другую карту. Ну, для того, чтобы немного разнообразить геймплей на карте. И посмотрим, что там у нас с меками. Итак, мы с вами на новой карте под интересным названием Town Strike. Побегаем мы здесь за меком, за меков. И посмотрим, что у них тут интересное. Тоже разработчик добавил. Кстати, вот вводник. Насколько... А, кстати, вот насчет 7 мест я немного ошибся. Это, возможно, в следующих версиях будет добавлено. По-моему, в версии 1.1 это все будет сделано. Сейчас пока по стандартному укомплектованию по 3 человека. То есть 2 чувачка сзади. Точнее, 4. Водитель, пулеметчик. И сзади 2 чувака. А в следующих обновлениях будет больше людей сидеть. Возможно, и другая техника у нас подвергнется обновлениям. О, у нас трава прогрузилась. Что-то такое непонятно. Калаш с глушителем. Такая вот у нас анимация. Достаточно классная. Достаточно интересная. По-моему, в своем трейлере Возвращение этого мода Разработчик показывал это все дело. Ну да, вот такой араб прикольный с беретом, да? Ой, что это такое? А, это меня покоцало. Зеленые береты. Ну да, это спешл форса с таких меков, да? Сделаны с глушителями, с калашами. Кстати, не показывал вам, как солдаты выглядят. Я не особо обратил на это внимание. Возможно, в конце видео вернусь и покажу все-таки, как американцы выглядят. Вот. Тоже дробаш. В принципе, с одинаковыми анимациями, с одинаковой механикой. Но достаточно угрожающе выглядит. И звучит, и выглядит. Ну, как сказано разработчикам, все-таки дробаши стали более опасными, что ли. Ну, кстати, снайпер арабский. Мековский. Опа, опа. Так, а у меня С4. А, у меня гранат нет. Флешку кинем, давайте. Перезарядимся. Так, где там кто? Вступим, наверное, больше в отряд, да, чтобы у нас были какие-то приказы. Прикольная карта такая, пехотная. Я люблю карты такой с городской застройкой. Вообще, городские бои люблю больше. Мне не интересны они. О, гранат кинули. Перезарядка... Эх, не успел перезарядиться. Так, мне, наверное, поднимут сейчас, да, медики? Или медиков нету? Наверное, медиков нет. Ну, окей. Сейчас появимся-то снайпером. Попробуем продемонстрировать вам, как снайпер выглядит. Такая вот у нас снайперка. Стандартное оружие, просто оно переделанное, да, то есть анимации переделанные. Так вот у нас все выглядит. Это анимация, насколько я понял, старого стиля. Где-то я ее уже видел на каком-то ресурсе очень давно. Вот. Поэтому думаю, что будет, наверное, некоторая анимация все-таки меняться. Окей, пистолет тоже у нас с той же анимацией, как у Беллитов. Беретты. То есть в таком же стиле сделано. Вот. В общем, как-то так. Давайте следующее оружие возьмем, посмотрим, что у меков интересного. Это винтовочка у нас тоже Г3А3, по-моему, она называется. Боты. Боты друг друга гасят. Или те гасят боты, не могу понять. Ключи не куда-то ботом попадают в спину. Давай. Пойдем. Атакуем. Сейчас, кстати, вспомним мои познания в оружии. Попробуем загасить вражеского бота. И как раз-таки покажу вам, как это все дело называется. По-моему, Г3А3 называется. Винтовочка. Немецкая. Так, вот. Нет, они наши. Вон боты. Кстати, с такого расстояния они гасятся. Обалдеть. Трассеры видны. О, я завалил его. У меня, кстати, не видно, что я убил как аминтовочка. Это уже типа полу-реализм. Посмотрим анимацию. Достаточно тоже неплохая. Да что ж такое, не ему попасть. Интересно, трассеры из-за ли летят. По-моему, разработчики Project Reality тоже пытались сделать трассеры, но у них что-то там не получалось. С другой стороны, что ли? Офигеть. А-а-а. Ну, кстати, американцев можно рассмотреть поближе, да, бинокль? Чтобы не переходить за вражескую фракцию. Вот такие американцы. А, мигранткин. Ха-ха-ха. Сваливаем нафиг. Так. Я хочу рассмотреть. Да возьми ты, блин, винтовку. Так, давай перезарядимся. Заныкаемся здесь. Так, где они? Вон он. Ну да, вот такой эффект попадания. Прикольно, интересно сделано. Так, где у нас еще американцы? С той стороны. Что-то мы не можем никуда пройти, никакой точки. А, там у нас написано защищать. Мы точку, короче, профукали. Нам надо вперед идти. Там куча американцев. Почему у меня гранатник? Плохо, что не у каждого китая из гранаты. О, меня гранатами закидывает. Ныкаемся. Эээ. Я, походу, застрял. Ну да, я застрял, ребят. А, не, не застрял. О, можно... Опа-опа. Рукопашка. Ой, блин, своего убил. Сорян, чувак. Я своего зарезал. Но это, знаете, на горячую руку попался. Окей. Эээ. Пулеметчик давайте. Возьмем пулеметчика. Посмотрим, что там интересно у него. Хе-хе. Как-то он подошел, блин, медик меня лечит. А я его, короче, пыранул. Пыранули меня пацаны, да? Окей. Ээ. Пулемет. РПК. Так вот у нас все дело анимировано. Неплохие анимации. Ну и это мы с вами уже видели. Окей. Идем вперед. Попробуем пулеметчиком прорваться. Все-таки надо точку захватить, попробовать. Так непривычно, что медленно бегает чувак. Такой, знаете, как будто ватный. Немного, конечно же, мне кажется, преусердствовал разработчик в весе. Ну, возможно, кому-то будет это интересно. Вот. Вообще, было бы неплохо добавить механику ходьбы в Battlefield, чтобы можно было бегать, быстро передвигаться. Или что-нибудь в этом духе. Меня опять коцает. Кто меня коцает вообще? Все, я прорываюсь. Давайте перезарядимся сразу. Новомагазины. Попробуем все-таки на ту точку прорваться. А то никто, кроме живого игрока, здесь не сможет захватить ничего. А боты уже подтянутся, я надеюсь. Так, ага, вот точка у нас. Захватываем точку. Там боты бегут. Давайте заныкаемся здесь. Что-то подлагивает трава чуть-чуть. Вот, кстати, ребята, если вот вы знаете, в чем проблема. Может, моддеры будут смотреть. В чем проблема вот с этой травой. Ему понять, почему она подлагивает, из-за чего. Опа-па. Эффект трассер. Трассеров прикольно. По-моему, с трассерами тоже будет что-то он переделывать. Будут трассеры только у крупнокалиберного оружия. У мелкокалиберного, так сказать, не будет этого эффекта, чтобы подсвечивались пули. Окей, возьмем калаш, посмотрим, что у нас тут интересного калаша добавил разработчик. Тоже такой эффект, так сказать, у калаша интересный, да? То есть, не быстрая стрельба такая, ну, то есть, есть такой вот эффект именно калаша, я не знаю, как это сказать. В общем, прикольно. Окей, идем дальше. С базуки, что ли, шмальнуть куда-нибудь? Давай мы туда куда-нибудь шмальнем. Вон там куча американцев. Было бы интересно, если бы вот эта вот труба взрывалась более таким масштабным способом, чтобы там вообще эпично все взрывалось. Такс. Эээ, я застрял. Опять пробуем пробегаться. Опять пробуем пробегать. Такс. И калаш, кстати, прикольно блестит. Такс. Идем вперед. А, кстати, минировать. Минировать вот здесь, кстати. Так, мне нужны мои салтофоны. Где все? Давайте, братва, продвигайся. О, чувак, дроба же достал и сразу меня загасил. Офигеть. Хорошо, СВД. Смотрим, что у нас. СВД. СВД, по-моему, вообще без прицела. Я не знаю, где прицел найти. Как его поставить. Ну да, вот СВД у нас без прицела почему-то. Возможно, можно что-то менять. Вроде бы ничего такого я не видел. Ну, наверное, в следующих версиях будет СВД с прицелом почему-то. Или, наверное, это больше как Марксман, да? Кит, как называется у нас. А, кит у нас медик. А, это у нас медик с СВД, да? Бегает. Марксман у нас здесь. Ага, понятно. То есть разработчик поменял кит. Анимация следующим образом выглядит. То есть так вот все у нас анимировано. Медицину кидаем. Кстати, со стороны коллаж посмотреть, как выглядит. Перезаряжается все. Интересно. Так. Идем вперед. Да, тут еще попробуй подисть с этой штуки советской. С СВД. Перезаряжает у нас. Араб-дробовик. Этот бег патроны отдает. Что происходит? Я не знаю, как тут прорываться. Боты не хотят той. Тем не менее, другую точку захватить. У нас там точка. А, у них две точки. Бой закончен. Ну что ж, друзья. Давайте посмотрим последний кит. Ну, я думаю, там, в принципе, мы все уже видели. Г3А3 винтовочка, да? Та винтовочка, которую мы видели с прицелом. Тут уже она с таким вот железным прицелом. Те же анимации, в принципе. Ничего такого особенного здесь нет. Есть мины, да? Ну, у нас тут пехотная карта, насколько я понял. Поэтому здесь мины противотанков особо не нужны. В общем, ребят, достаточно интересный мод. Я думаю, что он будет дальше обновляться. Будем, конечно же, следить за развитием событий. И, возможно, если выйдет более свежие версии, через полгода, может быть, через год, я вернусь к своему обзору. Посмотрим, что-то поменялось. Вот. Поэтому ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Рассказывайте обо мне друзьям. И увидимся на новых полях сражений Battlefield.